Параг Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы – «Вырно!» Для встречи слева на краю! На площадь вносится Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. На площадь прибыл командующий войсками Центрального военного округа Георгиевский кавалер генерал-лейтенант Александр Лапин. Товарищ генерал-лейтенант, войска Екатеринбургского гарнизона для парада в ознаменовании 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующим парадом генерал-лейтенант Калоев. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ Генерал-лейтенант! Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! Строга и в то же время красива церемония военного парада. На приветствие войска отвечают троихградным ура! В боевом строю мотострелки, танкисты, летчики, зенитчики, артиллеристы, ракетники, десантники, специалисты войск, связи и военные железнодорожники, рядовики военного дела. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем Великой Победы! С Днем величайшего триумфа нашего народа! Самым главным, самым родным, поистине всенародным праздником он олицетворяет силу и славу нашей любимой Родины, твердость духа и крепость характера поколений победителей. Объявляю минуту молчания! Парад! Смирно! К торжественному маршу! Воротно! На одного линейного дистанции Первая рота прямо Остальные направо На плечо Равнение направо Шагом Парси! Торжественное шествие войск открывает командующий парадом генерал-лейтенант Хасан Калуев. Вслед за головной машиной идут барабанщики, воспитанники Ихренбургского Суворовского военного училища. На площади 1905 года личный состав Краснознаменной Севарской бригады Управления Центрального военного округа возглавляет парадный расчет начальник штаба бригады подполковник Евгений Раевский. В строю отличники боевой подготовки и фрейтер Кирилл Рудник и рядовой Николай Дареньев. Парси! 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 Нечисленные зрители, собравшиеся в самом центре столицы Урала, сейчас слышат грозный рев моторов, находятся в предвкушении продолжения парада. На площадку выезжает механизированная колонна парада. Возглавляет колонну, прославленный в боях Великой Отечественной войны, танк Т-34, выпущенный в 1943 году Нижне-Тагильским заводом. Эти боевые машины наводили ужас на врага. С боевыми знаменами на башнях они первыми рвались в вражеские города. Тридцать четверки прошли славный боевой путь от Курской дуги до Праги и Берлина. Совершили героический переход через пустыню Гоби и Хинган. По оценке специалистов, Т-34 — лучший танк Второй мировой войны. Он по праву считается одним из самых узнаваемых символов победы. Перед трибунами проходят бронированные автомобили «Тигр», состоящие на вооружении подразделений специального назначения. Автомобиль способен двигаться по пересеченной местности, преодолевать водные преграды впрод. На площади танк Т-72Б3. Сегодня за рычагами грозных боевых машин внуки и правнуки героических танкистов Великой Отечественной войны. Т-72 — это сочетание силы, огневой мощи и маневренности. Экипаж танка — три человека. Вооружение — 125-мм гладкоствольная пушка. Перед вами в парадном строю колесные бронетранспортеры БТР-82АМ. Огневая мощь вдвое превышает возможность пришественников. Вместо пулеметной башенной установки новая машина получила дистанционно управляемый боевой модуль. По брусчатке движется вооружение, военная техника, ракетных войск и артиллерии. Перед вами самоходная гаубица МСТА-С, предназначенная для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерии, пунктов управления, пехоты и бронированной техники противника. В парадном строю четырехосные бронированные артиллерийские тягачи «Медведь» на базе автомобиля КАМАЗ. Он транспортирует 152-мм гаубицу МСТА-Б, дальность сведения огня из буксируемой гаубицы более 24 километров. Она является эффективным огневым средством поражения противника. На площади противотанковая буксируемая пушка «Арапира». Главное ее преимущество — небольшой вес, высокая точность и надежность в бою. Пушку буксирует автомобиль «Урал». За ними следуют специальные транспортные средства с многофункциональным беспилотным комплексом «Арлан». Комплекс предназначен для ведения наблюдения, определения координат и трансляции целей для поражения всеми видами боевых машин. Перед трибунами наследники легендарных «Катюш» — реактивные системы залпового огня «Град». Предназначены для поражения открытой живой силы противника и легкобронированной техники. В парадном строю самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Он способен нанести удар высокоточными ракетами по целям на дальность до 500 километров. К трибунам приближается вооружение военная техника войск противовоздушной обороны. Зенитно-ракетные комплексы средней дальности «УК-М1», предназначены для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Перед вами и зенитно-ракетные системы большой дальности С-403 «УМФ» обеспечивают эффективное отражение массированных налетов. Современные перспективные средства воздушного и космического нападения в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления и способны выполнить боевую задачу в любых погодных условиях. На главной площади Урала зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных средств воздушного нападения. Впервые перед трибунами проходят армейские мотовездеходы АМ1, предназначенные для ведения дозорных и рейдовых действий в различных климатических условиях. Они являются надежными помощниками военнослужащих, разведывательных и специальных подразделений. К трибунам приближаются автомобили повышенной проходимости УАЗ. Предназначенные для эксплуатации на дорогах всех категорий и бездорожья, они нашли широкое применение в вооруженных силах. На брусчатке и бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-К». Предназначенные для перевозки личного состава, они созданы усилиями более 120 предприятий страны. Комбинированная бронезащита, противоминная защита и герметично обитаемое пространство машин обеспечивают круговую защиту военнослужащих. Перед трибунами проходят машины комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха». Комплекс предназначен для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО и важных промышленных объектов. За ними исследует машина связи и управление на базе КАМАЗ. Они предназначены для быстрого развертывания цифровых линий связи и сетей беспроводного доступа. На площади 1905 года техника войск радиационной, химической и биологической защиты – разведывательные химические машины РХМ-6, выполненные на базе колесного бронетранспортера. За ними следуют модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, предназначенные для вывода и нестроя легкобронированной техники, поджога и разрушения сооружений и станей. Перед вами БМОТ – тяжелые боевые машины огнеметчиков, предназначенные для транспортировки личного состава, огнеметного отделения и его вооружения в условиях огневого контакта с противником. На брусчатке вооружение военной техники подразделений материально-технического обеспечения. Перед вами автотопливозаправщики на базе автомобиля КАМАЗ повышенной проходимости. За ними следует легкая колесно-ремонтная эвакуационная машина РМКЛ. Благодаря входящему в ее состав инструменту и оборудованию, она способна провести ремонт любой неисправной колесной техники. Завершает проход механизированной колонны многоцелевой автомобиль повышенной проходимости в бронированном корпусе «Тигр», который также стоит на вооружении военной полиции. Автомобиль прекрасно зарекомендовал себя в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике. На площадь 1905 года выезжают реальные свидетели той страшной войны. Дорог Победы. Мотоцикл М-72. Мотоциклы М-72 начали выпускаться в 1941 году на Московском мотоциклетном заводе. Осенью 1941 года завод был эвакуирован на Урал, в город Ирбит, где и остался после войны. И так возник знаменитый Ирбитский мотоциклетный завод, который вот уже на протяжении многих лет выпускает различные модификации мотоциклов Урал. Мотоциклы Харли и Дэвидсон поставлялись в СССР по программе Лэнд-Лиза и широко использовались в Красной Армии как связные. Легковой полноприводный автомобиль Виннис по праву именуется дедушкой всех джипов. Именно с этой модели началось триумфальное шествие по миру автомобилей с колесной колыбой 4х4. Автомобиль Амфибия. Форд ГПА. Год выпуска 1944-1945. Автомобиль Амфибия предназначался для форсирования водных преград. Автомобиль ГАЗ-67. Год выпуска 1943-1953. Первый действительно массовый отечественный джип. Всего выпущено более 93 тысяч экземпляров. Дедушка современного УАЗика. Применялся на всех фронтах в качестве командирского автомобиля и бегача для легких пушек. Легковой автомобиль ГАЗ-М1. Знаменитая «Эмка». Выпускалась на Горьковском автомобильном заводе с 1936 года по 1941 год. Комфортабельный легковой автомобиль. В предвоенные годы широко использовался как служебный автомобиль. В различных государственных организациях с наступлением военного времени стал использоваться как командирская машина для среднего и старшего командного звена. Грузовой автомобиль «Додж ВС-51». Год выпуска 1942-1945. Полноприводный артиллерийский чегач для легких и средних орудий. Поставлялся в СССР по программе «Лэнд-Лиз». Имел паспортную грузоподъемность 750 кг. За что на всех фронтах получил неформальное прозвище «Додж Три Четверти». Пассажирский автомобиль «Додж ВС-7». Командирская модификация в семействе полноприводных автомобилей «Додж». Служил для перевозки старшего и высшего командования в полевых фронтовых условиях. Отличался исключительной надежностью и проходимостью. Грузовой автомобиль «ЗИС-5В». Модификация военного времени грузового автомобиля «ЗИС-5». Знаменитая трехтонка, или как ее называли фронтовики, «Захар». Неприходливый, ремонтопригодный, проходимый, незаменимый на фронте. Грузовой автомобиль «Студебекер» «ЮС-6». Знаменитый «Студер». Так его любовно называли фронтовые водители. Данные грузовики поставлялись в СССР по пленблизу в 1942-1945 годах. Легковой автомобиль «ГАЗ-М-20». Победа. Разработку перспективного легкового автомобиля на Горьковском автомобильном заводе начали в 1944 году. Серийная победа производилась с 1946 по 1956 год.